Великую Отечественную Войну Великую Отечественную Войну Субтитры подогнал «Симон» Итак, дорогие друзья, всем привет! Сегодня я приехал в Мордовию, в очередную заброшенную деревню. Здесь тоже, так же, как и в предыдущей моей поездке, вроде как живет один единственный местный житель. Сейчас пройдусь в деревню, постараюсь всего найти, пообщаться. Немножко купил им продуктов. Вот. Ну и, естественно, показать вам дома, которые здесь стоят заброшенные. Посмотрим, что здесь да как. Очень, друзья, красивое место. Друзья, все те, кто подписан на мой канал, кто просто любит смотреть меня и неравнодушен к моему творчеству, каждый из вас может помочь в дальнейшем развитии канала. Я думаю, что многие прекрасно знают, что монетизации в России сейчас нет. И мелким каналам наподобие моего очень тяжело существовать. Но если вы хотите, чтобы я чаще ездил и снимал для вас ваши любимые видео, в новых интересных местах, вы можете помочь. Даже 50 незначительных в наше время рублей – это тоже помощь. Реквизиты вы видите у себя на экранах и в описании под этим видео. Имена тех людей, кто не остался равнодушен, я буду упоминать в каждом новом видео. А отчеты о потраченных средствах буду показывать у себя в Телеграм-канале. Всем заранее большое спасибо. Вот такая вот, друзья, переправа. Это я уже обошел село. Так. Сейчас пытаюсь перейти. Вроде как бы сюда. Тут вот тоже домики. Домов очень много, друзья. Не уверен, что пройду их все. Но постараюсь пройти по возможности дома. Постараюсь показать именно интересные. Где есть на что посмотреть. В общем, как-то так. Домик. Угу Здесь все достаточно цивильно, дворик, не знаю здесь сейчас что нибудь есть или нет Пройдемся еще немножко, посмотрим Нашел я тот самый дом, точнее мне подсказали Деревня не настолько пустая как кажется, потому что здесь приезжают летом еще дачники, несколько домов Цей и流 share Станч на рынке Эмман человек Он говорит, что он может говорить, что я его так скажу Как же он это знал yanool Сколько он dizendo, что и у кого 대icos здравствуйте можно к вам узнали мы про вас чтобы здесь один оказывается живете с пензы сам буду но зато продукты есть знал бы бутылку привез уже сообщили ну и чего рассказываю меня башка не соображает ставим весело у вас вы тут всю жизнь до живете а чё как вообще с магазин с продуктами совсем вот этим сейчас летом пусть он водит сам он поехали купить а так вообще село какого года у нас селот не есть старшина саранском село давным странно такое большое село уже все все заброшено оскольках таких по матушке россии у нас то ладно что далеко в москве то вон московская область и асфальт и все у нас асфальт нет это же ты проехал если бы дождик прошел бы там я бы не проехал раз приезжали тоже видят видал неполучим трое как я глядял и думай как они ехали на не на не на не провели это получается эту с рождение уже живете до 57 лет и учились здесь за школе а церкви ничего такого нет сейчас все разрушены потому что я так прошел чтобы я везде как у нас десятый года в центр была церковь я говорю вот отсюда пойдешь направо но так дворов сто то есть да сейчас ну вообще утра на полно было а так дома основном все заброшенные да где нет приезжают мало на нашей улице у меня вот лёвка вот соседи тут приезжать и и шубовой пять домов которых более-менее можно жить а я и все нахер то все порастаскали железка собирает нахер металла вот как обычно везде все сейчас поменьше ставить осень ой весной опять до хера и пока травы нет особого часто он бандер везде дорогу он там в одном месте все перекопали их все и матерились на меня ты не гору сторожи решил они везде тоже той и этой стороной тут одна с москвы приехал в дом тоже поглядеть что там я говорю иди одна не тогда пошли на ту улицу сталь переходите к выряют саранского пусть еще как там не заезжал печку сон русская еще до на них спать можно по сути но раньше спали наверно до ко мне в тот год приезжали тортовась сеть вверх что ли с московской области один-то он местный наш мой друг это еще его друзья один на печке спал окунулся в деревенскую эту я печку-то я мало топлю хлеб и хлеб и хлеб я поблинился и говорю лучше неохота раньше пекли его да и здесь печь а так хозяйство есть какой-нибудь соль а козу смотрела на видишь козах там 10 из головки большие маленькие а так чё пенсию получается лечение к копейки до пенсии так 60 и теперь на бирже вот стоял в красновод стоял три месяца тысяч шестьсот что тысяч 700 я их не получая я не сумею на этих карточках но так получается все свое только до я родных помогают как у канитель прислал мне друг сестра он сам не приезжал как они подарок да да вы дверью типа имена ну да он вешает и там сделал гравировка как сам не приедет сестра тут нюрк приятно не но отпуск тоже не дают вот на троице было ужасно тоже не видали еще лет двадцать раньше со школ тут вот в центре старая школа я еще в старой школе начинал учиться а еще одна есть школа но получается вот эта большая белая на въезде это новая это уже я в третий класс наверно пошел учить его в семь с каким-то семечек я забыла в каком году я в школе ты со всех сторон со всех сел сюда все понял пекарка у нас была ой блин шлепка в синдре пекарка вот синдре ведь были раньше районный центр был старый синдр от по всем сел раньше на колхоз здесь был какой-нибудь но как отделение сахал синдровского потом отъединились кооператив что какой-то грузин один все разваливались раньше коров держали полно телят естественно овец сколько было ферма то он стоял поляем это вот сейчас вот тут ведь вот все поля были сейчас все заросло все побросали ну ладно ка всего доброго тогда удачи да и кто-нибудь запишет пришлют меня бывает друзья вот один из домиков которые находятся в этом селе сейчас зайдем посмотрим что там сохранилось сохранилось ли вообще что-нибудь там печь уже как обычно всю разобрали на удивление остались иконы получается это у нас лампадка наверное но здесь хотя бы полы целы уже радует да естественно здесь пошарились наверное что-то ценное забрали но не стали забирать иконы большая икона фонарик вот такой вот друзья дом когда-то здесь тоже жили люди настенный ковер газеты 13 декабря 2005 года мордовский татарин готовился лететь на луну что ж пойдемте дальше пройдемся в общем друзья дошел до центра села вот тут вот видно памятник некоторые дома вот это так понимаю наверное когда-то был сельский магазин сейчас пройдусь попробую внутрь попасть трава просто в мой рост ну да когда-то это был магазин печка стоит прилавки еще сохранились витрины промышленные товары как то вот так вот друзья сейчас это все выглядит к сожалению ну это скорее всего какая-то колдовая была где возможно хранился товар ящик с бутылками что ж двигаюсь дальше что ж это что ж что ж что ж Еще один дом. Ну здесь хотя бы цела печь, еще даже краска осталась на печи. Полы провалились, голландка тоже, здесь скорее всего уже все, может быть хозяева сами забрали, может быть кто-то растащил, это уже неизвестно. Так, идем дальше. Что ж, друзья, подхожу к памятнику, это памятник, я так понимаю, погибшим воинам. Землякам, павшим в боях за Родину, в Великую Отечественную войну. Здесь вот, кстати, друзья, люди молодцы, то что поддерживает это место как бы в чистоте, трава здесь вся скошенная, то есть можно спокойно подойти, вот дорога есть и как бы это, нужно почтить память. Вот здесь вот доска, на которой перечислены все имена, я так понял, людей, земляков, кто воевал в Великой Отечественной войне. Друзья, хотелось бы попросить вас, всех тех, кто смотрит мой канал, подписаться, потому что 98% смотрят меня без подписки. Просто подпишитесь на канал, для вас это ничего, никакого труда не составит, но для меня это важно. Всем заранее большое спасибо. А сейчас я приближаюсь к еще одному дому, просто посмотреть, какой здесь бадарь. ужас. 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 самое главное никуда тут не провалиться потому что я совершенно не вижу что тут находится в этой траве у меня под ногами и ни на что не наступить вот дом здесь вообще друзья все плохо здесь вот кроме кроме вот этого шкафа и некоторых так скажем студии ничего не осталось а полы здесь прогнившие смотрите портрет какой-то женщины такие раньше были кровати да из дерева полностью все вырезано соответственно русская печь которая тоже уже осыпается да и сам дом уже скорее всего через пару лет полностью крыша обвалится рядом еще один домик сейчас в него зайдем постараемся и Так, здесь уже обваливается крыша Здесь состояние неплохое, друзья Тоже сохранились иконы Большие иконы такие Сохранилась голландка Советский шкаф Это как бы все на месте Даже удивительно Полы не сняты Очень на самом деле редко встретишь такие дома Сейчас в наше время Здесь вот тоже иконы висят Люди уезжали Все оставляли В общем, как-то вот так вот, друзья Сейчас пойду дальше Пройдусь еще по селу Что очень тяжело делать на самом деле Потому что Трава Реально мне вот так вот, наверное По грудь Ходить реально сложно А еще с меня градом течет пот Все на меня прилипло Состояние ужасное Сейчас в планах Пройти и снять еще, наверное, несколько домов Еще здесь есть большая школа Зайти туда Выдвигаюсь Такс Все завалено Каким-то предметами Домашней утвари Ну, в принципе Даже мебель на месте Просто стоит все В разнообраз А так неплохо сохранено Вон, кровать Ковер С тигром Русская печь Все как надо Здесь вот Еще одна спальня Или какая-то кладовая Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха боится Русская печь Вот еще какое-то строение, друзья. Ну, судя по всему, тоже дом. По крайней мере, очень похоже. Тоже печь была. Голанка. Состояние здесь, конечно, такое себе. Уже и полы частично выдрали. А может быть, даже, кстати, не дом был. Может быть, что-то другое. Педагогика. Хотя, кто знает, может быть, здесь какой-то учитель жил. Тем более, рядом школа. Все, что угодно и кто угодно. Тоже ничего нету. Все разрушено. Все заросло, друзья. Очень жаль, что так происходит. Все деревни разваливаются. А ведь когда-то их действительно больше не будет. Сомневаюсь я, что наступит то время, когда начнут возрождать деревни. Хотя, кто знает, все что угодно может быть. Будем надеяться на лучшее. Пока разговаривали, дошли до еще одного дома. Это, друзья, предпоследний дом. И вот еще рядом один дом. Сейчас сниму. А потом отправимся. Посмотрим на школу. Полнейшая разруха. Полнейшая разруха. Полнейшая разруха. Тут либо полы снимали просто. Доски кому-то надо было. Либо тоже что-то копали. Возможно, копали. Икона сохранилась. В таком хорошем еще состоянии. Здесь тоже вот такая-то комнатка была. Да уж. Тоже целая куча журналов, книг. Какая-то вот тетрадка. Девятый класс, 25 мая. Песня. Песня. Пацанка. Какая-то ученица или ученик записывал песню. Последний звонок. Стихи и песни. Интересно вот так вот, друзья, посмотреть. 4.04.96 года. Офигеть. Песня, друзья. Видно, не судьба. Видно, не судьба. 20.08.98 года. Интересно посмотреть вот на вещи каких-то людей, которые здесь когда-то жили. Какие-то вот их личные записи. Тут сараи. Придворные постройки. И вот еще один дом. Здесь какая-то яма. Либо колодец был, либо погреб. Вот такой вот дом. Конечно, это не с лицевой стороны. Так, ну и здесь тоже все пусто. Какого года календарь, неизвестно. В принципе, вот как-то так, друзья. Отправляемся в школу. Здесь вот тоже что-то есть. Обувь старая. Тоже целая куча всяких книг. Книга по истории для чтения. А, книга для чтения по истории средних веков. Что самое интересное, это то, что практически во всех домах, в которых я был, лежат какие-то книги, которые связаны с учебой, с литературой, с историей. С таким вот. Возможно, много было учителей. Ну, хотя и учеников тоже, естественно, все это осталось. А, здесь, кстати, по-моему, дом. Я думал, это все. А здесь, оказывается, еще одна часть есть. Он был на двух хозяев, походу. О! Только посмотрите, друзья. Резной шкаф. Видите, как все интересно вырезано. Вот это вот все, скорее всего, вырезалось вручную. Видите эти знаки. Серп и молот. Старинный шкаф. Советских времен. А вон там вам сохранилась икона. Вот. Очень странно, что как бы их никто еще не тронул. не украли, ничего. Не забрали. Может быть, они ценности никакой не представляют. Неизвестно. А с другой стороны, это и лучше. Смотря с какой стороны посмотреть. Забирать и продавать. Я думаю, не очень хорошо. А вот забрать и отнести куда-нибудь в церковь. Я думаю, так будет лучше. А вот это вот когда-то была школа этого самого села. Сейчас зайдем, посмотрим, что там внутри. Где-то надалеко гремит гром. Надо будет уехать отсюда до дождя. Иначе не уедем. Так. Наверное, я залезу прямо здесь. Здесь хотя бы попрохладнее, друзья. где на улице вообще невозможно. Реформа, школы, общенародное дело. Здесь, наверное, когда-то был спортзал. Иначе ну так... как здесь много книг повышение эффективно пользовательского хозяйственного не пойму что написано чего-то эффективность связанная с хозяйством тоже всю школу уже развалили все что можно уже вытащили пирогов н.н. сейчас посмотрим получится ли подняться на второй этаж вот на второй этаж то и наверное не получится подняться потому что здесь была друзья лестница которая уже нет судя по всему была железная хотя может и бетона не бетонная была но основание скорее всего было металлическое его снисли спилили издали металлом все как обычно ничего нового какие книги с иллюстрациями вот такая вот друзья школа когда-то была соблюдать правила техники безопасности при работе на станках может быть какой-то трудовой класс был скорее всего потому что он иллюстрации как правильно что делать соблюдать технику безопасности все как надо ну что ж друзья на этом я буду заканчивать не забывайте подписываться на канал ставьте свои лайки пишите комментарии сегодня вы в очередной раз вместе со мной побывали вот в такой вот удивительный красивый но к сожалению заброшенной деревне который находится в мордовии всего доброго всем пока июльского июльского а облака веснушкой шерёву стоишь на греху родная моя деревенька колхозница смущенной вдыхкой меня обожгла к тебе моё сердце по-прежнему просится а я всё не еду дела и дела к тебе моё сердце по-прежнему просится а я всё не еду дела и дела